Развивают ум, мышление и логику, говорят сами школьники о заданиях интеллектуального турнира «Разум». Он проводился впервые, разработан и подготовлен учителями младших классов школы номер один. Развитие функциональной грамотности на сегодняшний день стоит в приоритете. Мы знаем, что и в федеральных государственных образовательных стандартах оно. И перед нами поставлена задача по развитию вот этих грамотностей. И педагогами нашей школы придумано и разработано мероприятие, которое называется «Разум». Ну, что дает это мероприятие, что мы хотим? Мы хотим, чтобы дети в своей повседневной жизни учились применять знания и умения, которые получены в школе. И им было легко это делать. Вот для этого мы придумали этот турнир. Четыре этапа, четыре вида функциональной грамотности – математический, естественно-научный, читательский, финансовый. На каждом этапе свои задания. Каждый из них приближен к житейской ситуации. На каждом из этапов определяется победитель после четырех, абсолютный и два призера. Функциональная грамотность, она прежде всего необходима человеку, потому что это знания, умения, которые приобретаются в течение жизни, которые помогают решить ребятам различные жизненные ситуации. Они пригождаются им потом в дальнейшем на их жизненном пути. Наш интеллектуальный турнир состоит из четырех этапов. Это математическая грамотность, читательская грамотность, финансовая грамотность и, естественно, научная грамотность. Семь команд из всех городских школ, а также из Красавины и поселка Новатор приняли участие в турнире. Задания третьеклассникам достались различные. Их выполнение зависело от работы всей команды. Знания, смекалка, умение логично мыслить, владения речью помогли ответить на вопросы. Было интересно, мы все читали, думали, записывали, но было немного сложно. Но решили два задания. Нужно было решить, умножить все много, там большие примеры. И написать ответ, вот этого всего. Задания там были легкие, работали в команде, пришли, ну, легко было приходить к общему мнению. Надо было расшифровать слово, там задачу надо экологическую было решить. И еще одну задачу на дополнительные баллы решили. По результатам интеллектуального турнира первое место у команды школы номер один, второе у четвертой школы, третье у второй. Елена Павлова, Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Продолжение следует...